Доброго времени суток, дорогие ученики! Сегодня у нас с вами очередная бесконтактная тренировка, после которой останется в живых только ученик с самой железной силой воли и самой сильной энергии Чи, с помощью которой мы и будем побеждать всех наших противников. И давайте начнем с легкой разминки, обратившись к самому широко уважаемому мастеру в узких кругах, который покажет нам технику дистанционного манипулирования противником. Бесконтактный бой или техника дистанционного манипулирования движением оппонента на расстоянии. Многих людей интересует вопрос, реально ли управлять человеком на расстоянии. Бой без контакта с противником, когда тело оппонента находится в невидимом взгляду вихре. Эта мощная сила по спирали вкручивает вашего оппонента в водоворот, заставляя выполнять невероятные по сложности движения, вплоть до резкого падения, напоминающего результат контактного броска или удара. Теперь приступим к практике. Один из наших сенсеев по имени Мастер Чонг, создатель стиля кунг-фу «Зеленая туча», проводил семинар, в ходе которого показал пару бесконтактных техник. Один из присутствующих не поверил и попросил сенсея показать эти техники в реальном бою. И сенсей, конечно же, не отказал. Оцените, насколько милостивым оказался наш сенсей, ведь он не стал урабатывать в щепке этого выскочку. Он даже не стал применять бесконтактный бой, иначе всё бы закончилось худо. Всё-таки лучший бой тот, которого не было. Так что впитываем мудрость бесконтакта и берём на заметку эту боевую стратегию. Теперь давайте рассмотрим технику нижнего шара и штанги от ещё одного нашего сенсея, представляющего древнеславянский стиль. И вот возникает штанга. Вот. И вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть, выбили нижний шар, выбили нижний шар, шар ушёл, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот тут как-то схватиться, не всегда человека получается, потому что он жену. Да, поэтому что? Я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он отлично пошёл. Нижний шар прочь-то держит штангу. Понимаете? Поэтому вывести человека сложно, он же ноги у него. А вот таким вот способом простым. Раз, и вот штангу потянул за собой. И вот у нас перед тобой. Древний мастер японского бесконтактного боя наехал на тейквондо, утверждая, что в свободном поединке оно не работает. В отличие от его энергетического стиля, молодой тейквондист решил переубедить его. Полное видео мы выгрузили в нашем телеграм-канале. Также только там вы найдёте большое количество обучающих материалов, чтобы стать ещё более сильным, быстрым и техничным. Ссылка в описании и закреплённом комментарии. Нельзя обойтись и без техники Михаила Рябко, того самого мастера, который является идейным вдохновителем нашего канала. К сожалению, мастер уже покинул наш бренный мир, но его искусство продолжает жить при помощи этих бесценных видеороликов, в котором на века запечатаны все тайны самого высокотехничного боевого искусства под названием «Система». «Система» «Система» Ну правильно или нет? «Система» Правильно? От бедра. Так? Вот. И так рукой. Вот, в момент. «Система» Смотрите. «Система» Вот. «Система» сегодня нам известен лишь один мастер способный составить конкуренцию сенсею рибко и это мастер шевцов представляющий стиль древних русов давайте же оценим его невероятные навыки переданные ему самим родом спасшим наш мир от нашествия ящеров примерно 10 миллионов лет назад ну наград у вас ну если что товарищи поддерживайте модель ну что готовы Лови! Вот. С гусем где-то было. Вот удар уже был. Мы с тобой спокойно чуть-чуть подвигаемся. Но не забываем, что все это стили для самозащиты. Но что насчет атакующих стилей от секретных подразделений боевого лесного спецназа, который прячется глубоко в лесах Сибири. Давайте изучим немного и этой техники. Но просим вас не применять ее, поскольку это может быть чрезвычайно опасным для вас. Сделали ножки чуть-чуть косолапые. Ручки опущены, лапки как бы здесь на жилочки поставили. Голова прямо, грудь выпрямилась. И ребята, вот такие небольшие подшаги, только как бы с подкачиванием. Ну, как бы не отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Стараемся глубже уйти, глубже идти. Вот здесь как бы перекатики пошли. Я набираю воздух, и потом поднимаюсь и выдыхаю. Гааа! Гаа! Субтитры создавал DimaTorzok Но что делать, если у противника скажем нож? На этот вопрос отвечает еще один администратор нашего канала Специально по просьбам наших подписчиков Опа! Ну и вот он Он же здесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ученики, этот урок Подходит к концу Искренне надеемся, что вы не станете Применять эти навыки в злодейских целях А только в целях защиты добра и правды Каждый досмотревший это видео Награжден черным поясом До новых встреч на наших бесконтактных тренировках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok